Бисмиллах, альхамдуллиллах, салату ассаламу аля расулиллах, аля али и асхабе, аману аля маба. Продолжаем вопросы, которые касаются главы о хияре, то есть о праве выбора или о праве на то, чтобы установить срок на обдумывание. Говорит, ихпау л'айк фи сил'а у хукму л'би' изабейян л'айк. Говорит, теперь переходим к другому вопросу. То есть до этого всего мы разобрали два вида хияра. Это хияру л'межлис и хияру шарт. В этих двух вопросах речь не шла о том, что товар является дефектным или он не дефектный. То есть была основа, что товар является каким-то нормальным, в нем нет дефекта. Теперь вот начинается разбор третьего вида хияра, то что называется хияру л'айк. То есть когда человек имеет право возврата товара по дефекту, который есть в этом товаре. И у этого, соответственно, тоже целый блок вопросов. Так вот, говорит, каково постановление скрывать дефект сделки? Второе постановление, если дефект в товаре есть, но человек об этом дефекте разъяснил и указал то, что этот товар дефектный. И, соответственно, покупатель, согласившись на это, купил этот дефектный товар. То такая сделка действительно или нет? Говорит, Говорит, скрывание дефекта в товаре и производить сделку относительно этого товара так, что ты этот дефект скрываешь, это не разрешено. И говорит, мы уже разъясняли это ранее, когда разъясняли хадис Абу Гурейры. Тот, который обманывает, не имеет ко мне отношения. То есть, это слова пророка, салаллаху алиюсаляма. Говорит, а что касается постановления этой сделки, если человек разъяснил наличие дефекта, и потом сделка произошла. Говорит, ученые здесь упомянули о том, что такая сделка является действительной. И эта сделка является разрешенной, исходя из хадиса Хакима Ибн Хизама, который приходит у Бухарии и Муслима. То есть, звучит хадис как, если они оба правдивы, были правдивы и разъяснили все дефекты, которые есть в товаре или есть в цене, то их сделка будет бурикой, то есть, какой благодатный. А также хадис Абу Гурейра, тоже у Бухарии и Муслима, Если рабыня одного из вас совершила прелюбодеяни, то пусть применит к ней сам, то есть, самостоятельно, аль-хат, то есть, шариатское наказание, побивание 50 плетьми. То есть, относительно рабыни, мы говорили то, что побивание плетьми в два раза меньше, чем побивание свободной женщины. Говорит, и пусть не ругает ее. А потом, в третий и в четвертый раз сказал, то есть, если рабыня продолжает совершать прелюбодеяни и совершала его уже трижды или четырежды, то пусть человек продаст эту рабыню, даже если за нее он возьмет всего лишь веревку из волоса. То есть, даже если будет самая дешевая цена, пусть эту рабыню продаст за эту дешевую цену. То есть, из этого хадиса понимается, что когда он будет продавать, почему он продает рабыню за такую дешевую цену, за веревку? Отсюда понимается, что он разъяснит, что эта рабыня является какой дефектной, то есть, такой, который совершает зина, и продолжает ее совершать, несмотря на то, что относительно нее применяются шариатские наказания. А раз этот товар дефектный, и человек объяснил о его дефекте и донес о его дефекте покупателю, из этого хадиса получается, что эта сделка действительно или нет? Получается, что эта сделка действительно. Значит, в этом вопросе ответ какой получился? Вопрос состоит как бы из двух блоков. Первый блок. Каково постановление продавать, скрывая дефект в товаре? Сказали, что это не разрешено и является запретным. Второе постановление. Если дефект в товаре есть, но человек об этом дефекте разъяснил и указал то, что этот товар дефектный, и, соответственно, покупатель, согласившись на это, купил этот дефектный товар, то такая сделка действительно или нет? Ответ в этом вопросе, то, что такая сделка является действительно. Это ясно или нет? Теперь следующий вопрос. Вопрос. Теперь другой вопрос. А если в товаре есть дефект, и при этом человек этот дефект скрыл? То есть, когда продавал, скрыл этот дефект и не разъяснил о нем покупателю. Вот такая сделка является действительно или нет? Говорит. Большинство ученых в этом случае считают, что такая сделка тоже действительная, но человек берет грех за скрытие дефекта. И второе мнение в этом вопросе, которое придерживали Загириты, а также некоторые ханбалиты, то, что такая сделка является недействительной. Сказали, потому что эта сделка запретная. То есть, запрещено такое делать, а раз это запрещено, значит, сделка сама является недействительной. Но правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых. Для хадиса Хакима и Мухизама и Мутакаддим. Также в довод за то, что эта сделка является действительно, но с грехом, можно использовать тот же самый хадис Хакима и Мухизама, который мы использовали в прошлом вопросе. Тоже у Бухария и Муслима, но и его вторую часть. Пророк, салаллаху ассаляма, сказал, а если они наврали, лгали, то есть, кто продавец или покупатель, и катама, скрывали дефект товара или скрывали дефект цены, то баракат их торговли является каким удаленным от их сделки. То есть, вот это вот хима, когда приходит Бамир, который присоединен к чему? К имени существительному. В этом указание на то, что пророк, салаллаху ассаляма, сделал ибафа, приписал эту сделку к ним двоим. То есть, указав этим самым, что эта сделка вообще существующая, действительно воспринимаемая во внимание. Понятно или нет? Видишь, сказал, что их сделка, или с их сделки будет удален баракат. Это говорит о том, что он установил наличие самой сделки. То, что эта сделка является какой? Действительной. Понятно или нет? Говорит далее. Уали хадис аль-мусарра аль-на-ли тахаддама филбаба с сабих. А также в довод на то, что такая сделка является действительной, но с грехом указывает хадис о аль-мусарра, то есть о животном, у которой искусственно завышено количество ее молока. Помните или нет? Корова или овечка, или верблюд и тому подобное, верблюдица. Мы говорили, что если человек обманулся и купил эту корову, думая, что она дает молока много, она на самом деле дает молока мало, это дефект в корове или не дефект? Это дефект. То есть человек что сделал? Скрыл дефект в этой корове. Затем продал эту корову и говорят, что эта сделка действительно, как мы говорили, но человек, покупатель, обманувшийся, может вернуть эту корову обратно. Усвоили ли? Освоили ли это или нет? И что касается тех, которые считают эту сделку недействительной, не берут вот этот вот последний довод в довод. Говорят то, что в данном случае корова была продана не с дефектом. Была продана не с дефектом, но была продана чем? С завышением, то есть искусственным завышением ее качества. То есть это говорят не дефект. То есть когда ты, допустим, продаешь компьютер хорошего, нормального качества, и в нем нет никаких дефектов, но при этом завышаешь его качество. То есть что делаешь? Обманываешь при продаже. Говоря то, что этот компьютер, или приукрашивая его больше, чем он действительно съест. Без системы, что дефекта как такового в компьютере нет. Ясно или нет? Некоторые поэтому этот хадис и этот второй довод ответили, сказали этот вопрос не касается нашего вопроса, потому что в этой корове дефекта нет. Но те, которые сказали, что этот хадис годится как довод, ответили на это чем? Сказали то, что если даже мы скажем, что в этой корове дефекта нет, но так как произошел обман относительно товара, то мы можем провести аналогию на такой обман относительно товара, в котором дефект есть. Почему? Потому что у нас суть вопроса, действительно ли сделка, в которой есть определенный вид обмана. Будь то обман касается скрытия дефекта, или будь то обман касается приукрашивания, то есть настоящих истинных качеств данного товара. Поэтому сказали, что этот хадис тоже может годиться как довод в данном вопросе. И третий довод еще можно привести здесь, на то, что такая сделка является действительной, а это то, что запрет пророка, саллаллаху алиу салям, направлен не на саму сделку, а на действие в этой сделке. То есть одно дело, если бы в хадисе пришло «не торгуй» или «не продавай», обманывая в этой торговле. Тогда бы мы сказали, что это продажа недействительная, это сделка недействительная. Но хадисы пришли как? Не обманывай, когда торгуешь. То есть пришел запрет именно на обман. Поэтому мы говорим, что обман запрещен, но сделка сама является какой? Действительной. Потому что приказ, или запрет, точнее, хадиса, или запрет шариата направлен не на саму сделку, а на одно из действий в ней. Как если мы скажем, действительно ли намаз человека, который совершил его в шелковой одежде или золотым кольцом на пальце. Мы говорим, такой намаз действительно, но с грехом. Почему? Потому что запрет пришел не на сам намаз в шелковой одежде, а запрет пришел на шелковую одежду. В общем, или шелковую одежду в намазе. Понятно ли нет? Это говорит о том, что человек берет греш за то, что одел шелковую одежду в намазе, но намаз его действительно. То же самое здесь. Человек обманул во время торговли, его торговля действительная, но он берет грех за свой обман, за скрытие дефекта или наоборот за приукрашивание истинного качества товара. Знаешь, правильное мнение в этом вопросе какое? Вопрос вообще в чем заключается? Если человек продал дефектный товар, скрыв этот дефект. Мы говорим, такая сделка является действительной, но человек берет за это грех, то есть продавец берет за это грех. Так этот вопрос чем отличается от прошлого вопроса? В прошлом вопросе мы говорили о том, что в товаре также есть дефект, но при этом продавец при продаже товара разъяснил наличие этого дефекта. Результат получился одинаковый. Сделка является какой действительной в этом случае и в прошлом случае. Но разница в чем? Разница в том, что в первом случае человек греха не брал, так как он разъяснил этот дефект, а во втором случае он берет грех, так как этот дефект скрыл и не разъяснил его. И разница также будет выяснена у наших следующих вопросов. А заключается она в том, что во многих последствиях, то есть имеет ли право покупатель в этом случае требовать от продавца то, что называется аршу-накс, то есть плату за недостаток в этом товаре и тому подобное. Эти вопросы у нас придут далее. Поэтому здесь вопрос касается не только греховности или отсутствия грехов у продавца, но за этим следуют также определенные последствия. Это у нас, иншаллах, придет. Вот этот вопрос также является важным. Что значит дефект, на основании которого товар заслуживает быть возвращенным кому-то продавцу? То есть кто-то может сказать, или продавец и покупатель могут начать спорить. Продавец скажет, это не дефект. Покупатель скажет, как не дефект? Это дефект и тому подобное. Как определить? Товар является дефектом в действительности или он все-таки дефектом не является? Говорит, это все, что есть в товаре из того, что уменьшает его сущность. Или уменьшает его цену. То есть как понять, уменьшает его сущность или уменьшает его цену. Бывает, допустим, стол должен состоять из четырех ножек. Ножек только три ножки. Это что называется? Дефект или не дефект? Дефект. Почему дефект? Потому что произошло уменьшение сущности товара. Сущность должна быть такой-то и у него есть уменьшение в его деталях или в его частях и тому подобное. Или если, допустим, человек купил конструктор. Например, ребенку купил конструктор, чтобы ребенок играл. Написано на упаковке, что должно быть, например, 164 детали. Когда пришел домой и ребенок начал собирать этот конструктор, получилось, что, допустим, не хватает одного колеса или не хватает трех-четырех деталей. Так что полноценно этот товар или этот конструктор не может быть собран. Это называется как? Называется недостаток в сущности товара. То есть недостаток одной из деталей или одной из его частей, ясно или нет? Так что товар остается неполноценным. Сюда же входит, например, разбитый экран, например, в чем? В телефоне или в компьютере. Или какая-то царапина на экране телефона или компьютера, так что это мешает тебе пользоваться этим телефоном и тому подобное. Это называется как? Называется удаление сущности. Так, теперь кто-то может сказать, а бывает такая царапина на телефоне, которая не мешает пользоваться телефоном. Это называется дефектом или нет? Мы говорим, это называется дефектом, если подпадает подо что? Вот второе. Когда дефект, хоть и не является уменьшающим сущность самого предмета, то есть сущность остается, телефон он телефон, но есть в нем, допустим, царапина сзади или спереди и тому подобное, или сбоку. Но, видишь, мы сказали ауль тима, или такой дефект, хоть и он не уменьшает сущность самого товара, то есть товар продолжает оставаться полноценным, но он уменьшает цену товара. То есть если ты потом захочешь продать этот телефон, у тебя уже не купят его по той цене, по которой ты бы хотел. И начнут что делать? Пытаться снижать цену за этот телефон у тебя, обозначая то, что на нем есть царапина и тому подобное, которая уменьшает вид этого товара. То есть есть разница, например, телефон, на нем есть царапина. И, например, большой стол класс массовый, который обычно бывает, например, в кафе или в забегалках и тому подобное, на нем тоже есть какая-то царапина. Две разные вещи, так или нет? То есть если есть на столе какая-то царапина, то это не влияет на цену этого стола практически, то есть никто не будет на это внимание обращать. Есть это царапина или нет и тому подобное. Но если есть царапина на телефоне, это уже может влиять на цену товара, причем значительно. Видишь, говорит еще раз, хуакуллю маю деду фил маби. Смотри, что такое дефект? Вот это, брат, грани, ее надо запомнить. И посредством этой грани ты берешь себе ответ во многих вопросах, которые встречаются в твоей жизни. Является дефектом данное наличие или не является? Смотри, дефект, действительный дефект, который воспринимается шариатом как дефект, посредством которого человек может или имеет право вернуть товар кому? Продавцу. Говорит, дефект это такое наличие в товаре, то есть когда в товаре что-то есть, миммаю кисул айн, из того, что либо уменьшает сущность товара, как мы сказали, не хватает деталей, или товар становится неполноценным из-за этого и так далее, ауль кима, или если даже он не уменьшает сущность товара, товар есть полноценный, но вот эта вещь, которая присутствует в этом товаре, уменьшает цену товара. Нахсан, каким уменьшением? То есть, как понять, уменьшает сущность или уменьшает цену? Таким уменьшением, юфауитубиагарадансахиган, которое лишает человека от этого товара какой-то цели. Как это понять цели? Смотри, когда мы говорим стол из трех ножек, одной ножки нет, стол не стоит. У тебя цель от стола какая? Чтобы за ним сидеть, допустим, писать, или за ним сидеть, допустим, кушать и тому подобное. В наличии того, что у этого стола только три ножки, одной не хватает, удаляет от тебя цель действительную, то есть цель от пользования этим товаром и тому подобное. Или не удаляет, кто скажет? Удаляет. Удаляет, то есть ты не можешь пользоваться чем столом. То же самое относительно цены, относительно царапины на телефоне. Кто-то может сказать, царапина, наличие царапины на телефоне не мешает твоему использованию. Мы говорим, да, использованию телефоном как таковым это не мешает. Но цель от товара, из-за которой покупатель покупает какой-то товар, заключается не только в его использовании. Иногда бывают другие цели у человека, почему он этот товар покупает. Допустим, два телефона одинаково, одинаковые его функции, все одинаково, даже одинаковая компания, все одинаковая фирма, одинаковая, но этот красивый, а другой некрасивый, допустим. Он какой возьмет? Или у этого, например, упаковка красивая, а у этого некрасивая? Он возьмет ту, которая красивая. Потому что это тоже одна из целей от товара. То, что человек хочет, чтобы его товар был красивым, выглядел красивым. То есть, видишь, уже здесь удалена действительно правильная цель от товара. То есть, когда мы говорим, удаляется цель от товара, не имеется в виду только цель использования. Есть другие виды целей, которые человек преследует, когда покупает товар. Говорит, уякта бель-урф, салама талмаби, ана галиба. И последний момент, который должен присутствовать при этом, что, говорит, в обычаих людей должно быть известно, что обычно этот товар покупаемый в таком виде, что он обычно должен не иметь такого дефекта. То есть, допустим, у нас, как обычно среди людей, телефоны продаются с царапинами или без царапин? Продаются без царапин. Правильно или нет? Значит, если эта царапина присутствует, это уже выход за обычай людей. То есть, дефект это то, что выходит за обычай людей. Если же, например, царапина присутствует на товаре, и это обычно среди людей, никто на это внимания не обращает, тогда это является чем? Это не является дефектом среди людей. То есть частично этот вопрос также возвращается к чему? Возвращается к обычаю. Вот это понятно или нет? Это, иншалла, понятно. Это, иншалла, ясно, что значит дефект. И далее будем разбирать следующий вопрос. Теперь следующий вопрос. Если человек, то есть покупатель, нашел в товаре дефект, имеет ли он право вернуть этот товар из-за наличия этого дефекта? Вот этот вот вопрос. Говорит, подавляющее большинство ученых считает то, что покупатель имеет право вернуть продавцу этот товар. При этом эти же самые, подавляющее большинство ученых говорит, что в этом случае он может и оставить себе. То есть у него есть выбор. Он может вернуть, а может оставить у себя этот товар. И у него есть выбор между этими двумя вещами. Либо вернуть, либо оставить. И говорит, теперь разногласили в другом вопросе обладателя знания. Может ли человек вернуться при этом продавцу и потребовать у него арш-ль-айб? То есть плату, неустойку за недостаток, за дефект. Или не может этого сделать. Прежде чем читать дальше, разъясним наш вопрос. Смотри, человек купил товар, в котором есть дефект. Сказали ученые практически единогласно. Амма туаля ль-айб. Подавляющее большинство ученых, это действительно мнение правильно, без сомнения. То, что при этом покупатель, который купил товар, в котором есть дефект, имеет право на одно из двух. Либо оставить у себя этот товар и продолжать им пользоваться, либо отдать его обратно продавцу и вернуть ему этот товар. Это относительно этого, мы говорим, сомнений нет. Но теперь есть сомнения. Хорошо. Если человек решил все-таки этот товар себе оставить, может ли он пойти к продавцу и требовать у продавца возврата, то, что называется арш-ль-айб? Не устойка за дефект, не устойка за недостаток. То есть сказать, мой товар в действительности оказался не стоящим такой цены, которую я тебе заплатил. Ясно или нет? Мой товар, допустим, я купил у тебя его за 1000, оказался в нем дефект. Так что, если бы я о нем знал, и ты бы мне его разъяснил, то этот товар стоил бы всего 800. То есть может он требовать вот эту вот разницу в цене, или не может требовать эта разница в цене. Вот в этом уже есть разногласие. Почему возникло разногласие, брат? Кто-то может сказать, почему возникает разногласие? Конечно, должен требовать, или имеет право требовать, неустойку за дефект. Некоторые из ученых сказали, здесь мы не можем заставить продавца выплачивать эту неустойку. Но должны дать право продавцу забрать свой товар. То есть продавец как будто бы может сказать, хорошо, если тебе не нравится этот товар, не требуй у меня неустойку, верни мне его и все. Я с ним сам разберусь. Понятно или нет? То есть кто-то сказал, мы не имеем права заставить продавца выплачивать эту неустойку. Но должны дать ему право вернуть ему его товар, потому что он может забрать свой товар и все. Ясно или нет? То есть вопрос возник между этим и этим. Может ли покупатель обязать продавца выплатить неустойку за дефект, и имеет ли он право не возвращать этот товар и оставить у себя, и настоять на том, что нет, этот товар я тебе возвращать не буду. И второе. И имеет ли в свою очередь, наоборот, продавец заставить покупателя все-таки вернуть ему товар и отказаться от чего от выплаты неустойки? Вот это вот вопрос. Понятно или нет? Говорит, так вот, в этом вопросе есть разногласия на мнение. Фаза баджама аминалин айм иля анну алей салаву залика. Смотри, целая группа ученых считает, что покупатель не имеет права заставлять продавца выплачивать неустойку за дефект, но обязан что сделать? Но обязан вернуть ему товар, если продавец не хочет ему эту неустойку выплачивать. Говорит, и имеет он право такое сделать с продавцом, только если сам продавец на это согласен. Это мнение Абу Ханифа, а также Ашафии, а также Имама Ахмада в одном из ребятах от него. И это же мнение выбрал кто? Шейху Исламу Ибн Таймия. И это говорит, как бы хазаран, то есть для того, чтобы оберечься от того, что нам в этом случае придется заставлять продавца делать то, с чем он недоволен. Сказали, потому что он не был доволен продавать свой товар, кроме как за тысячу. И не является довольным продавать за 800. То есть, допустим, человек приходит, хочет купить товар у продавца. Продавец говорит, тысяча. Покупатель говорит, нет, 800. Даже если в нем есть дефект. Говорит, у тебя есть в нем дефект 800. Продавец говорит, даже если в нем есть дефект, они довольны продавать товар, кроме как за тысячу. Видишь, мы, говорит, в этом случае можем его заставить продать за 800, если он не хочет продавать, кроме как за тысячу. Не можем. То же самое говорит здесь. Даже если он уже за 1000 продал, то мы не можем заставить его вернуть эти 200. Почему? Потому что получится, как будто бы мы его заставили продавать за 800, в то время как он не был доволен, кроме как относительно продажи за 1000. Ясно или нет? Вот это вот аргументация или логика. Говорит, это что такое арш? Арш это неустойка или штраф. Это часто у нас будет приходить во многих главах, не только в Китабуль Буйон. Дальше также это будет приходить. Арш это что такое значит? Неустойка или штраф? Говорит, потому что наше заставление его выплатить штраф или неустойку, это заставление его к тому, на что он не согласен. Это первое мнение в этом вопросе. Говорит, теперь второе мнение в этом вопросе, которого придерживаются также многие из обладателей знания. Смотри, разница есть между фразой многие и между фразой большинство? Кто скажет? То есть многие, когда мы говорим, означает ли большинство? Нет, многие, то есть много. Много. Кафир, много. А большинство, значит не просто много, а больше. То есть бывает такое, что всего три человека. Если два придерживаются чего? Два придерживаются какого-то мнения, а один придерживается противоположного, здесь мы говорим большинство. Здесь мы уже не говорим многие. Потому что два это немного. Два это, только два, так или нет? Много это как минимум три и больше. Говорит, и говорит, многие из ученых считают, что покупатель имеет право забрать цену или неустойку за этот товар у продавца. И имеет право оставлять сделку и не обязан оставлять кого, точнее товар, и не обязан возвращать его продавцу. Даже если на этом не согласен, то продавец. И сказал об этом Хасан Аль-Басри, Атаж Имам Малик, Атаж Исхак. Сказали это потому, что в данном случае покупатель лишился части товара. Что значит части товара? То есть, либо действительно отсутствует часть этого товара, либо отсутствует часть цены за этот товар, так как он отдал недолжную цену за товар. Говорит, и он имеет право требовать возмещения, так же, как если бы он, например, купил десять Ахфиза. Здесь, по словам Ахфиза, имеется в виду порции еды. Так, порция еды. Не имеется в виду перчатки, как некоторые могут подумать. Имеется в виду порции еды. Если человек купил десять порций еды, а потом оказалось, что ему дали всего девять. То есть, он имеет право в этом случае пойти к продавцу и что сделать? Потребовать еще одну порцию или потребовать возврата денег за то, что он недополучил одну порцию. Говорят, имеет право. Здесь говорят то же самое. Он получил товар, который не стоит той цены, которую он за него отдал. Говорит, а у камалу от лафа у баадаль бе? Или если он требует у продавца деньги за товар, который продавец уничтожил после того, как его продал. То есть, нечаянно разбился, допустим, товар в руках продавца. На ком ответственность? На продавца, так или нет? Он обязан вернуть деньги покупателю или нет? Обязан вернуть деньги покупателю. Говорят, то же самое здесь. Уадаб кауль гуадлаги рухтияра шейх ибн Усаймин. И это, говорит, мнение внешне, то мнение, которое выбрал шейх ибн Усаймин в этом вопросе. То, что покупатель может заставить продавца. Здесь необходимо отметить о том, что шейх ибн Усаймин на самом деле не придерживался этого мнения. То есть, в точности, он придерживался немного другого мнения. Шейх Абн-Усаймин придерживался мнения того, которому склонится Шейх Абн-Усаймин Ахизам. А это третье мнение в нашем вопросе. Это у себя необходимо подписать. Потому что приписывание этого мнения к Шейх Абн-Усаймин не совсем верно. Шейх Абн-Усаймин в своей книге «Шахфы Мумтия» придерживался мнения того, к которому сейчас склонится Шейх Абн-Усаймин Ахизам, и мы его озвучим, иншаллах. Говорит Шейх Абн-Усаймин Ахизам. Вот это второе мнение, говорит, мне кажется более правильным. А что касается довода или аргументации первого мнения, сторонников первого мнения, а это то, что получится, что мы заставляем продавца, получается, продавать товар по такой цене, по которой он его продавать не хотел, то это, говорит, можно сказать относительно продавца, который сам не знал об этом недостатке. А если же он знает о дефекте и скрывает его, то это, говорит, является проявлением обмана. И мы не должны помогать ему в этом. Правильное мнение в этом вопросе. Смотри, вопрос у нас получился какой. Продавец продал, точнее, дефектный товар покупателю. Покупатель купил дефектный товар. Как поступает покупатель? Сказали, нет сомнения, что покупатель может сделать одно из двух. Либо оставить товар у себя, либо что сделать? Вернуть товар обратно продавцу и забрать свои деньги. Одно из этих двух он сделать может без сомнения. Теперь относительно чего есть сомнения, относительно чего возникло разногласия. Может ли продавец оставить товар у себя и при этом потребовать у продавца неустойку за или возмещение за тот дефект, который в этом товаре есть? Правильное мнение в этом вопросе то, что в этом случае смотрится, знал ли продавец об этом дефекте при продаже или не знал. То есть, если продавец сам не знал о том, что в этом товаре есть дефект и продавал его как нормальный, не дефектный товар, то в этом случае мы не можем обязать продавца, что делать? Возвращать какую-то неустойку или возмещение за этот дефект, который в этом товаре есть. Потому что он не обманул и сам не знал о том, что такое присутствует. Теперь кто-то может сказать, ну хорошо, пусть все равно выплатят это возмещение и все. Мы говорим, нет, потому что продавец не согласился бы продавать этот товар за 800, но хотел продать его только за 1000. И он не знал об этом дефекте. Понятно или нет? То есть здесь получится, как будто бы мы его заставляем продать этот товар за 800, в то время как, может быть, он не хочет продавать его, кроме как за 1000. В этом случае мы должны дать ему право вернуть этот товар и оставить его у себя. То есть он может сказать, я бы сам им пользовался, я не хочу его за 800 продавать. Зачем я буду за 800 продавать? Я лучше сам им буду пользоваться, верни мне его обратно. Но если человек, продавец, знал о дефекте и намеренно скрыл его и обманул, и знал, что этот товар он продает за 1000, а действительно его цена 800, в этом случае мы даем право кому? Покупателю оставить этот товар у себя и требовать у продавца возмещения цены за этот товар. Вот это усвоили или нет? Это не шало правильного мнения в этом вопросе. Если же неизвестно, знал продавец или не знал, и при этом есть косвенные доводы, которые нам указывают на то, знал он все-таки или не знал, то мы следуем по косвенным доводам. То есть если косвенные доводы указывают на то, что продавец знал о наличии этого дефекта, тогда даже если он говорит, я не знал, это не принимается, но работа идет или действие производится по косвенным доводам. Ясно или нет? Если же никаких косвенных доводов нет, и действительно непонятно, знал он об этом дефекте или все-таки сам он об этом не знал, тогда действуем по слову продавца. Продавец заявляет то, что он не знал, мы верим ему в этом слове и возвращаем ему товар обратно на руки. Понятно или нет? Потому что мы не можем что сделать? Посчитать его лжецом без явных доводов на это. И действительно случается такое в этой жизни, то, что человек продает товар и сам не знает, что в нем оказывается есть какой-то дефект. Это иншалла усвоили. Далее, следующий вопрос. Теперь следующий вопрос также является важным. Смотри, а что такое неустойка или что такое возмещение за дефект? Как это производится? Или в какой сумме это производится? Говорит, смотри, смысл, понятие возмещение или неустойка за дефект производится следующим образом. Во-первых, оценивается товар, сколько его цена, какова его цена, если бы он был без дефекта. Потом оценивается цена товара, какова его цена, если он с дефектом. Так, если он с дефектом. То есть без дефекта, например, стоит тысяча. А с дефектом он бы стоил сколько? 800. То есть был бы дешевле. И берется вот эта часть, которая между, то есть процентное соотношение между этими двумя ценами. Смотри, и его соотношение к цене, такая же, как соотношение понижения цены из-за дефекта. Кто ничто не понял? Смотри, здесь разъясним подробнее. Здесь имеется в виду, то что оценивание товара, его цена без дефекта, его цена с дефектом, производится на момент оценивания, а не на момент сделки. Вот смотри, допустим, я купил у тебя компьютер за тысячу, я купил у тебя компьютер за тысячу, в нем оказался дефект. Потом через три недели я выяснил, что в нем есть дефект. Прихожу в магазин, говорю, плати мне неустойку за то, что в нем есть дефект. Так, сколько он мне должен заплатить за неустойку? Мы здесь смотрим. Он говорит, вот этот твой компьютер, который три недели ты у меня купил за тысячу, он уже сейчас стоит 800. Сейчас уже стоит 800. Ясно или нет? Новый. А с дефектом он сколько сейчас стоит? С таким дефектом, как у тебя, он сейчас стоит сколько? 600. Вот они замеряют, смотри, они замеряют. 800 и 600. По цене сегодняшнего дня, по цене замерения, сколько между 800 и 600 цена? 200 рублей, допустим, или 200 долларов, допустим. Теперь смотрится вот эти 200 долларов, каково его соотношение относительно 800, относительно сегодняшней цены, каково его соотношение. Допустим, сколько получилось? 25%. И теперь смотрят вот эти 25% относительно 1000 рублей, относительно той цены, по которой ты покупал. Относительно 1000 рублей, это уже сколько будет? Это будет 250 рублей. То есть он мне должен вернуть сколько? 250 рублей. Понятно или нет? То есть он возвращает не 200 рублей, а возвращает 250 рублей. рублей. Сейчас еще один пример приведем. Смотри, Миса Аль-Люху говорит, например, Это говорит, смотрят на время оценивания. Сколько сейчас стоит такой товар без дефекта? Говорит, 10. А сколько он стоит сейчас с дефектом? 9. Допустим, стоит 10 долларов, а с дефектом такой же товар стоит 9 долларов. И сколько получилась разница? 10%. Так или нет? Разница в цене? 10%. А когда я покупал этот товар, он стоил сколько? 15. Я его покупал за 15, нашел в нем дефект. Пришел к продавцу. Говорю, верни мне цену за этот дефект, неустойку за дефект. Вот сколько мне тебе вернуть? Я говорю, а сколько сейчас этот товар стоит? Новый. Он говорит, сейчас он уже стоит 10. Ты покупал, он стоил 15, сейчас цена на него упала, как мы сказали в нашем случае, как с компьютером. Сейчас он уже стоит всего 10. А сейчас сколько он стоит дефектный? Как у меня? Такого же дефекта, как у меня? Он говорит, 9. Хорошо, что разница между 10 и 9, сколько? 10% в цене, разница. Я у тебя покупал почем? За 15. Если бы он тогда был дефектным, если бы я знал, что он был бы дефектным, он бы стоил сколько? На 15% дешевле, правильно или нет? Потому что, на 10, точнее, процентов дешевле, потому что разница между его нормальным товаром и между дефектом 10% оказалась. Верни мне 10% от товара. Сколько он мне возвращает? Один или возвращает полтора? Возвращает полтора, то есть 10% от полторы тысячи. От того товара, как он стоил на время покупки. А не от того товара, как он стоит сейчас. Не от той цены, какая у него цена сейчас. Видишь? Говорит, То есть, исходя из нашего примера, получается, что цена товара, разница между ценой товара, товара дефектным и недефектным, 10%. Как бы 10-я часть от его цены. В этом случае он возвращается к продавцу и забирает у него 10-ю часть, 10% стоимости товара на момент покупки. Говорит, Ого, диргамонус. Здесь, в данном случае, получается, сколько? Полтора диргама. То есть, если мы говорим, что 10 имеет цену 10 диргама. Вот это ясно или нет? Еще раз, брат. Значит, как определяется неустойка или возмещение, цена возмещения за товар. Ты купил товар, допустим, за 10. Купил товар за 10 рублей. Потом нашел в нем дефект, через месяц принес его обратно. Нашелся в нем дефект, который был еще при продаже. Ты мне его продал дефектным. Тай, оберни мне неустойку. Сколько стоит этот товар сейчас? Говорит, этот товар сейчас стоит 15. Или, допустим, 20. В два раза повысилась его цена. Сейчас стоит товар 20. А дефектный сколько стоит? Говорит, дефектный стоит 18. Допустим, стоит 18. Сколько разницы между ними? 2 рубля. Так, между ними, допустим, разница 2 рубля или 2 доллара или 2 диргама. Пусть кто хочет, так и называет. 2 диргама относительно 20. Сколько процентов? 10 процентов. То есть, цена товара или разница между товаром дефектным и ненедефектным 10 процентов. Сколько он мне вернет денег? 2 рубля вернет или сколько вернет? Нет, смотрим вот эти 10 процентов, вычитаем от той цены, за которую я покупал этот товар. Почему я его покупал тогда? Два раза дешевле покупал. За 100 рублей я всего покупал его. Так, или за 10 долларов я его всего покупал. Теперь он мне должен возвратить 10 процентов от этих 10 долларов. То есть, возвращает всего 1 доллар. Видишь? В этом что? справедливость. Потому что если бы мы смотрели на цену сегодняшнего дня, продавцу пришлось бы возвращать тебе уже не 10 долларов, не 1 доллар, а 2 доллара получилось бы. Он бы тебе выплатил бы как бы получается уже сколько? Не 10%, а 20% цены того товара, когда ты его покупал у него. Ясно или нет? Поэтому необходимо вот это действие сделать, то есть вернуть на цену того товара, как он стоил тогда, когда ты его покупал, для того, чтобы соблюдалась справедливость. И здесь уже может различаться цена неустойки. В зависимости от того, цена стала выше или цена стала ниже этого товара с момента покупки. Понятно или нет? Может выиграть что-то продавец, а может выиграть что-то при этом покупатель. Но все равно все вернется к справедливости. Усвоили или нет? И здесь последнее примечание относительно этого вопроса, то что вот это все действие, или вот этот весь алгоритм, или математические вот эти действия относительно того, когда он стоил, или сколько он стоил на момент покупки, или на момент наоборот взвешивания этого, цены этого товара и так далее. Это касается того вопроса, если неизвестно, Сколько стоил этот дефектный товар в те времена? На времена покупки. Если же люди, как продавец, так и покупатель, или, в общем говоря, люди знают о том, что дефектный товар в те времена стоил столько-то, то он возвращает, соответственно, разницу между двумя ценами на тот срок, на срок прошлый. То есть, как это понять? Если человек купил, допустим, компьютер за 1000, потом увидел в нем дефект и возвращается и говорит, этот товар на те времена с таким дефектом стоил 800. Они знают, что тогда он стоил 800. В этом случае этих уже математических действий производить не надо. Но просто продавец обязан возвратить 200 рублей, или 200 реалов, или 200 долларов разницы между товаром нормальным и между товаром дефектным. А что касается этих математических действий, то они применяются только в том случае, если люди не знают. То есть, приходят и говорят, этот товар оказался дефектным. Возврати мне неустойку, или возврати мне возмещение. И человек говорит, а сколько он стоил тогда в дефектном состоянии, когда ты мне его покупал? Не знаем. То есть, не помним, сколько он тогда стоил. В этом случае применяется вот это вот математическое действие. Таев дали следующий вопрос. Следующий вопрос. Говорит. Говорит. Что покупатель имеет право на возврат. Чего? На возврат. Вот это разница. На возврат возмещения, или на неустойку. И говорит продавец обязан. Что сделать? Вернуть ему эту неустойку, если покупатель не отказывается от своего права. Не отказывается от своего права. Говорит. Потому что он не может вернуть этот товар. То есть, смотри, кто-то может сказать, пусть обратно заберет у продавца деньги. Мы говорим, покупатель не хочет забирать у продавца деньги. Почему? Потому что если заберет у продавца деньги, ему надо что-то возвращать взамен. А что он возвратит? Возвращать нечего. Поэтому приходит и у продавца требует возмещение этой неустойки. Говорит. И это мнение Шейху Исламу Ибн Таймии и тех, которые придерживались его мнению в прошлом вопросе. И это также мнение Ибн Хазма. То есть, смотри, здесь уже Шейху Исламу Ибн Таймии говорит о том, что можно заставить продавца, что делать? Выплачивать эту неустойку. Эту неустойку. А некоторые ханболиты сказали. Говорит. Покупатель может что сделать? Расторгнуть эту сделку и попросить возвращения всех денег у продавца. И третье мнение в этом вопросе это Мазаб Загиритов. Кроме Ибн Хазма, То, что он ничего не возвращает. И ничего не может требовать у продавца. Говорите, правильным в этом вопросе является мнение первое. И это мнение, которое выбрал Шейх Ибн Хазма. Что касается правильного мнения в этом вопросе, То оно заключается в следующем. То есть, мы идем по тому же пути, по которому мы шли в прошлых вопросах. Помните, мы говорили, если продавец знал о недостатке товара, И при этом продал, обманув кого? Покупателя. То покупатель в этом случае имеет право требовать неустойку. Имеет право требовать неустойку и не обязан возвращать ему товар. Если же покупатель, точнее продавец, сам не знал о дефекте, То покупатель не имеет права требовать у него эту неустойку. Так, то же самое здесь. То же самое здесь. Если продавец, мы говорим, знал о дефекте в этом товаре, И продал его каким образом? Продал его дефектным образом, зная и обманывая. Тогда покупатель, уже после уничтожения товара, что может делать? Может требовать неустойку за этот товар. И ничего ему, соответственно, не возвращает из товара. И к тому же товар, что является, является уже отсутствующим, является исчезнущим. Если же продавец не знал об этом дефекте, Не знал об этом дефекте, То покупатель не имеет права заставить продавца выплачивать эту неустойку ему. Так, почему? Потому что продавец в этом случае получается принужденным к тому, Что он продал товар по такой цене, по которой он не хотел бы его продавать. И он может сказать, если бы я знал, что в нем есть дефект, Я бы тебе не продал его за эти деньги, Не продал бы также за 800. Ни за 1000, ни за 800 я бы тебе его не продал, Но оставил бы его у тебя. И пользовался им сам. Понятно или нет? Значит, вот этот вопрос, понятно или нет? Ответ в нем такой же, как в прошлых вопросах. Если, значит, продавец знал о дефекте, То мы можем его заставить выплачивать неустойку. Если продавец о дефекте не знал, То мы не можем его заставить, что делать? Эту неустойку выплачивать. Танбих говорит примечание Говорит иногда, невозможно забрать неустойку. Это в том случае, если товар является одним из товаров, В которых протекает рыба. Если человек продал его за такой же товар, То есть пшеницу за пшеницу, золото за золото и так далее. Как если человек продал золото за золото, Или серебро за серебро. Потому что если человек придет и будет требовать возмещения за недостаток в товаре, То получится, что он требует большее количество золота за меньшее количество золота. То есть человек, что сделал? Пришел, поменял свое кольцо золотое, которое весит 3 грамма, На сережки золотые своей жене, допустим, Которые весят тоже 3 грамма. Потом увидел, что в этих сережках есть недостаток, дефект. Может ли он вернуть обратно, Точнее, что делать? Может ли он требовать возврата или возмещения убытков, Или неустойки? В этом случае не может требовать. Но может только что сделать? Вернуть обратно товар и забрать свой товар обратно. Свой или нет? Но уже возмещения требовать не может. Почему? Потому что если он возьмет возмещение, То как будто бы он продал 3 грамма золота, За 3 грамма золота еще плюс за деньги. Или 3 грамма золота за, допустим, 4 грамма золота. А это уже не позволяется. Это является чем-то расточительством. Говорит, В этом случае покупателю не остается ничего, кроме как вернуть обратно товар или удержать его вместе с дефектом у себя. Это усвоили или нет? Продолжение следует...